Подробнее о перспективе вступления Швеции в НАТО мы поговорим с турецким политологом Хасаном Селимом Узертемом. Здравствуйте, господин Узертем. Большое спасибо, что присоединились к нам. Почему, на ваш взгляд, так резко изменилось поведение шведского правительства? Почему Стокгольм допускает антиисламские акции? Извините. Добрый день. Благодарю вас за этот вопрос. Для начала хочу напомнить, что в прошлом году Финляндия, Турция и Швеция подписали трехсторонние соглашения, в рамках которого Хельсинки и Стокгольм взяли на себя обязательства по противодействию терроризму на своих территориях. Параллельно с этим Анкара ожидает от Финляндии и Швеции выдачи террористических элементов. А в этом, кстати, мы с вами уже говорили в одной из предыдущих программ. До сих пор озабоченности турецкой стороны, к сожалению, не находят понимания ни в Хельсинки, ни в Стокгольме. До сих пор Анкаре не переданы лица, которые она считает террористами или сторонниками террористических организаций. И, кроме того, мы наблюдаем, как сторонники рабочей партии Курдистана спокойно проводят провокационные акции на шведской территории. Я полагаю, что Стокгольм таким образом хочет саботировать вопрос о рабочей партии Курдистана. Но это, само собой, приведет лишь к отсрочке вступления Швеции в НАТО. И это будет происходить до тех пор, пока шведские власти предоставляют возможность проводить свои акции таким радикалам, как Расмус Полудан, который демонстративно сжег копию священного Корана перед зданием турецкого посольства в Швеции. Как вы отметили, эта акция носила антиисламский характер, но, к сожалению, мы не увидели каких-то ответных мер со стороны шведских властей. Складывается впечатление, что это либо умышленное игнорирование ситуации со стороны Стокгольма, либо невозможность Швеции противостоять тем силам, которые не желают развития турецко-шведских отношений. Курдистан, я чувствую, что кодексов или яснорид this way, чтобы выбрать, like, целый, приходить к для развитиям. Скыне, 14 марта ouvert Okei Курдистан, может ли, по-вашему, турецкий парламент рассмотреть вопрос о задолжении вступления Швеции в Финляндии в НАТО до всеобщих выборов, то есть до 14 мая? Ведь очевидно, что такое решение было бы очень на руку Партии Справедливости и Развития и лично президенту Реджепута Ипу Эрдогану. На сегодняшний день я вижу три возможных сценария. Фактически сейчас процесс одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО заморожен с турецкой стороны, потому что сначала должны нормализоваться отношения. Также должен быть возобновлен диалог. Я полагаю, что если примерно к 20 апреля, то есть к празднику Рамадан, требования Турции будут выполнены, голосование в турецком парламенте по Швеции и Финляндии вполне возможно. Однако, учитывая те изменения, которые мы наблюдаем в поведении Швеции, мне такой сценарий видится маловероятным. Второй сценарий касается увеличения давления на турецкую сторону со стороны Запада, как это происходит с Венгрией, которая обязалась провести голосование парламента по одобрению членства Финляндии и Швеции в НАТО уже в феврале. На этом фоне, я полагаю, западное давление на турецкую сторону только усилится. Однако, я думаю, Анкара в таком случае может одобрить вступление Финляндии, но отложить вопрос по Швеции. И, наконец, третий сценарий предполагает, что голосование по Швеции и Финляндии состоится только после всеобщих выборов в Турции. То есть, голосование в турецком парламенте пройдет только осенью 2023 года, поскольку после весны этот законодательный орган уйдет на каникулы. Учитывая последние события, я вижу этот сценарий одним из наиболее вероятных. И у меня завершающий вопрос. В последнее время некоторые политики в Турции заговорили о возможности выхода Анкары из НАТО. Как вы думаете, насколько это возможно и по какой причине Турция действительно могла бы выйти из НАТО? Как известно, Франция и Греция являются вооруженными крыльями НАТО. И в последнее время мы сталкиваемся с серьезными проблемами, которые связаны с действиями этих стран. Нельзя говорить, что выход Турции из НАТО совсем невозможен. Он возможен. Однако, как вы знаете, в стране предстоят всеобщие выборы, и каждая партия стремится обозначить свою позицию по тому или иному вопросу. И то заявление, о котором вы упомянули, относится во многом к лидеру партии Ватан по имени Догу Перенчек. Но электорат этой партии составляет лишь примерно 1% от турецкого населения. С другой стороны, вопросы, связанные с НАТО, приобретают все большую актуальность, и уже некоторые представители партии националистического движения делают похожие высказывания. Руководство же Турции пока занимает весьма осторожную позицию в том, что касается НАТО. И лично я не вижу абсолютно никаких предпосылок для выхода Турции из НАТО. Но хочу напомнить, что не так давно советник экс-президента США по нацбезопасности Джон Болтон выразил мнение, что членство Анкары в НАТО может быть поставлено под вопрос в 2023 году. В то же время, как вы знаете, все решения в Североатлантическом альянсе принимаются единогласно, и до сих пор еще не было примеров голосования по исключению из НАТО той или иной страны. Так или иначе, я уверен, что эта тема еще будет возникать на фоне обострения двусторонних отношений Турции с ее западными партнерами, а также в преддверии всеобщих выборов, особенно среди националистов и консерваторов. Спасибо большое, господин Озертем, за прекрасные комментарии. Всего вам доброго и хорошего дня. Напомню о перспективах вступления Швеции в НАТО мы говорили с турецким политологом Хасаном Селимом Озертемом.